В уме пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, ученые, которые занимаются вопросом фикха, разногласят в этом, является ли вообще мусульманином тот, который не молится. То есть очень сильный далиль, очень сильное доказательство, тот человек, который не молится, он не является мусульманином. И также есть мнение, что да, он является мусульманином, если говорить «Ла Иллах, Иллах, Мухаммада, Расуллах», но однако он вот-вот уже очень близок к неверующим. То есть это самое главное, это самое главное, что есть молитва, намаз. Он является фасиком, то есть фасик – это грешник, в любом случае он грешник. И мне понравился ответ одного из ученых, он сказал «Я на то мнение, что если человек сказал «Ла Иллах, Иллах, Мухаммада, Расуллах», он уже стал мусульманином. Если он не считает намаз, я на то мнение, что он не является неверующим, но он грешник. Он фасик, то фасик – это очень грешный человек. Но он задает вопрос «О ты», обращение «О ты, кто не молится, для себя ты желаешь ли того, чтобы великие ученые, уммы пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, спорили касательно тебя? Вообще ты являешься верующим или грешником? Никто для себя этого не пожелает. Поэтому читайте молитву, читайте намаз, просите у Аллаха, чтобы укрепил наши стопы на пути ислама. То, что эта молитва – это великая, милость Аллаха, и мы должны смотреть на нее, как то, что это долг, и должны читать не так, чтобы побыстрее закончить, а читать и наслаждаться, пребывать это своим детям. И тот, кто молится, тот с Аллахом, и тот, кто не молится, как будто он сам отрезал связь свою между собой и Всевышним Аллахом. Субтитры создавал DimaTorzok